Цена осинового кола для Путина, почему Медведев считает Обаму психически нездоровым и чем закончился полет в разваливающемся на ходу самолете. Об этих и других событиях в нашем обзоре. Чуть не развалился в небе. Прямо во время рейса в самолете американских авиалиний отошлись тиновые панели. Boeing 757 продержался в воздухе час. Пассажиры почувствовали неладное сразу же после взлета. Фюзеляж сильно трясло, снаружи доносились громкие хлопки. Но капитан корабля отреагировал на неполадки, только увидев разваливающиеся стенки лайнера. Все закончилось хэппи-эндом. Праздник нечисти Хэллоуин в Европе пройдет под знаком Эболы. Защитная экипировка от смертельного вируса бьет рекорды по продажам в интернете. Компанию, продающую этот своеобразный маскарадный костюм, уже обвинили в дурном вкусе и спекуляции на трагедии мирового масштаба. Продавцы же разницы не видят, одевать ребенка в маску зомби с порезами и шрамами или же в эту безобидную одежду. Кол в сердце Путина дорогого стоит. Суд в Париже оштрафовал активистку Фэмен на 6000 евро за акцию в музее восковых фигур на Монмартре. 5 июня Яна Жданова, оголив бюст, ворвалась в зал, где выставлена фигура российского лидера. На груди девушки красовалась надпись на английском языке «Убей Путина», что она и сделала, вонзив осиновый кол в восковую копию хозяина Кремля. У Барака Обамы психическое расстройство. Такое подозрение озвучил российский премьер Дмитрий Медведев в интервью американскому телеканалу CNBC. Основанием для такого вывода о здоровье американского президента стала недавняя речь Обамы на сессии Генассамблеи ООН. Медведева возмутила, что тот назвал Россию второй по значимости углозой для мира после Эболы. Футболист Криштиану Роналду поставил очередной рекорд, но на этот раз по количеству не голов, а лайков. Он стал первым спортсменом в мире, набравшим 100 миллионов подписчиков в Фейсбуке. Это виртуальное достижение нападающий мадридского реала и сборной Португалии отметил лирическим видео. В нем благодарит всех фанатов и вспоминает лучшие моменты карьеры. Новую болезнь на фоне помешательства гаджетами зафиксировали американские медики. В США появился первый пациент с психологической зависимостью от умных очков Google Glass. Это 31-летний военнослужащий. Сейчас он проходит реабилитацию в медцентре вместе с алкоголиками и наркоманами. Солдат носил очки по 18 часов в день и снимал их только перед сном и в душе. А без гаджета на голове испытывал настоящую ломку. Продолжение следует... Продолжение следует...